Лёш, вот ты веришь в волшебство? Я в волшебство? Да, на нашем канале я во что угодно готов поверить. Я просто тебе хочу сказать, что у нас сейчас героиня этого видео, которое мы только что посмотрели, она как по волшебству с нами здесь на прямой связи, правда пока посредством видео. Но тем не менее, в гостях-то у нас Екатерина Олейникова, преподаватель по классу хореографии Песченокопской детской школы искусств. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Екатерина, мы вас поздравляем с вашим профессиональным международным праздником, сегодня День танца. Ну и, наверное, первый вопрос, мы вот только что смотрели сюжет, посвященный вам, как вас любят ученики. Это просто, честно, очень приятно наблюдать и смотреть со стороны. Но расскажите вообще, как давно вы работаете в таком виде искусства? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я вообще в своей жизни никогда не думала, что я буду танцевать и свяжу свою жизнь именно с танцами. Но как-то я не представляла это, что будет моей именно профессией. Ну вот так жизнь сложилась. Я в 96 лет, меня мама привела в танцевальный коллектив Станицыного Покровской, ансамбль песен и пляска, школьные годы. Ну я как все девочки потанцевала, потанцевала. Ой, одно и то же движение повторять несколько раз, это так скучно и неинтересно. Это не мое. Потому что я была очень энергичная девочка. И я бросила это дело, отставила, я не стала больше танцевать. Потом, когда я увидела на сцене танцующих девочек, я поняла, это мое, я туда хочу. Я пришла опять в этот же коллектив и возьмите меня. Они сказали, нет, ты ненадежная, мы тебя не возьмем. Я, ну как же, я тоже хочу попасть именно на сцену и быть там же. Они, ну ладно, мы тебя возьмем, только это, чтобы было навсегда. Вы знаете, так и получилось. Я даже не думала, что это действительно получится навсегда. И я закончила танцамбль, песни и танцы. Потом я поступила в институт, отучилась в институте. И тут молодая, энергичная, думаю, куда только танцевать. Думаю, как здорово. И куда мне пойти? Я танцевала в кубанском казачьем хоре. Мне очень нравилось. Это тут самобытные, эти народные танцы, это красота. Да, но тут у меня такая перспектива. Меня приглашают в труппу Софии Ротара. Представляете, София Ротара. Я, да, 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 я хочу. Я должна была ехать на пробу. Но это был отпуск. Я поехала в Кишинев. Поехала в Кишинев к подружке, а там ансамбль молдавский. Они говорят, давай к нам. Ты что, давай, так здорово. Мы много-много выезжаем за границу. Да, она такая молодая. Ой, дурка, здорово. Уже в общежитие, место мне уже приготовили. Я говорю, хорошо, приезжаю я уже в Краснодар и думаю, и куда же мне пойти? Пожалуйста, молодая, энергичная. И тут я поехала домой к родителям. И я встретила в поезде мужа. Приехала в Песчанку и вышла замуж. И все мои, на это моя карьера, вот именно танцевальная закончилась. Да. Я когда увидела в Песчаноковской дворец, я сказала, я хочу здесь работать. Он мне показался таким большим, таким интересным. Ну, сейчас бы я сказала, Екатерина Альбаровна, как вы могли? Вот такая была перспектива. И я, когда оказалась в Песчаноковской, я пришла в детскую школу искусств. Там не было отделения хореографии. И как раз 25 лет назад я открыла это отделение хореографии. И до сих пор я там работаю преподавателем отделения хореографии. Екатерина, то есть можно смело сказать, что вся ваша жизнь, она крутится вокруг танцев, вокруг хореографии, вообще вот этого вида искусств, не побоюсь этого слова. Но вот вы рассказали о том, как мама придумала, нашла способ вашу вот эту энергичность направить в нужное и правильное русло. Часто ли вы сталкиваетесь с подобным вот в своей работе, когда дети ходят через силу? Приходится ли с ними как-то работу налаживать таким образом, чтобы все-таки привить им вот эту любовь к танцу? Вы знаете, сейчас зачастую слышишь, приводят родители и говорят, они не то, что хотят дети танцевать, а то, что родители хотят оторвать от компьютеров, от ноутбуков. Их хотят от телефонов оторвать. Чтобы танец, это же не только эмоционально, это же не только здоровье в первую очередь. Там же движение. И вообще, мы танцоры, мы люди неговорящие, мы передаем свои эмоции, свои чувства через движение, через пластику, через какую-то мимику. И здесь как раз приводят, когда детей ко мне приводят, я не хочу их научить, потому что они были великими людьми, как артистами, балетами, танцовщицами. Нет, я хочу их научить, чтобы они могли чувствовать и понимать музыку, чтобы они могли передавать свои чувства на сцене, то прекрасное нести зрителям, которое они сами. И когда ко мне приводят родители, говорят, вот, да вот она дома сидит за компьютером, я хочу хоть как-то она, чтобы немножечко подвигалась. И вот в этом, наверное, сложность, когда родители больше хотят. Вот сейчас 9 мая, послушайте мне, 9 мая, и нам мы готовим концерт 9 мая. И вот здесь как раз на сцене наша задача. Дети, дети — это праздник, дети — это улыбка, дети — это счастье. Показать им солнышко, показать им радугу, показать цветочек им легче. А вот показать как раз ту атмосферу, где дети и война, это очень сложно. Дай бог, чтобы они еще очень долгое время, и вообще они об этом никогда не знали. Поэтому, чтобы мне рассказать какую-то танцевальную композицию именно о войне, мы много с ними беседуем. Я многое им рассказываю, именно передать, чтобы они смогли эмоционально выйти на сцену и то же самое прочувствовать. Чтобы передать, чтобы зритель почувствовал и ту атмосферу войны вот в этом сложности. И не надо танцевать великий, делать па, какие-то грандиозные движения. А чтобы это чувство, чувство того танцевальной композиции, чувство той идеи или времени, чтобы они могли через себя пропустить. Это очень сложно. Екатерина, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы еще раз вас поздравляем, во-первых, с Международным Днем Танца. Спасибо за ваш труд. И мы в этом убедились и при разговоре с вами, и посмотрев сюжет, который был снят о вас. Желаем вам таких же преданных учеников, побольше выпущенных коллективов. И пусть ваша покровительница, богиня танцев Терпсихора, всегда будет на вашей стороне. Я напоминаю, с нами на прямой связи была Екатерина Олейникова, преподаватель по классу хореографии Песченокопской детской школы искусств. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!